Квенщики, да, квенщики идут. Ааа, рука! Ааа, рука! Рука! Эй, вы что делаете? Рука! Эй, что делаешь? Полиция не переделась, что такое? Первым в машине оказывается Юрий Домбаев. Следом забирают директора клуба Чингиса Болотова. Люди на улице кричат, отпустите младых людей. Но так или иначе, веселые и находчивые оказались в пункте полиции. Все, Чину Болотова тоже забрали. СМИ связали эту историю с выборами. Как известно, клубу Харамарин активно помогает Михаил Слепенчук, один из кандидатов депутата Госдумы. Как поделился Чингис Болотов в одном из интервью, их задержали именно за агитацию, которой, по его словам, не было. Чуть позже в интернете появилось и другое видео. В конце хотелось бы сказать, что 18 сентября всех нас, ваших родителей, ждет очень важный выбор. От того, что мы сделаем 18 сентября, будет зависеть то, что мы будем есть зимой. Поэтому 18 сентября все вместе с родителями идем на картошку. Как пояснили в МВД, в ситуации разбираются. В ближайшее время будет озвучено правовое решение. Между тем, в избиркоме Бурятии пока зафиксировано 9 жалоб по выборам в Госдуму. Еще 4 по выборам глав муниципалитетов. Кроме инцидентов в Кяхте, в СМИ сегодня появилась информация о нарушении в Севербайкальске. В КПРФ считают, что во время конференции педагогов велась незаконная агитация за Алдара Дамдинова. Представитель КПРФ подала жалобу в местный ТИК о нарушениях основных избирательных прав граждан. Жалоба была принята. Решением комиссии было вынесено предписание о нарушении избирательного законодательства Единой России. А также поручено работникам гороадминистрации следить за подобными явлениями на постоянной основе. Но, как оказалось, в избиркоме об этом случае еще не слышали. И решения не выносили. Зато рассматривают жалобу на апельсины. Агитаторы раздавали фрукты при условии, что у них возьмут листовку. Они с фруктом раздавали листовки. Я говорю, кто так додумался? Если листовку не возьмешь, то тебе фрукты не дадут. Я говорю, да смешно это. Но, по крайней мере, такое произошло. Наш отдел, посмотрите, изучите. Если по КВНчикам смотреть, то здесь необходимо тоже смотреть. С этим вопросом мы сейчас тоже изучаем. Насколько? Потому что противоречивые. Одни говорят о том, что там были настоящие митинговые отношения с призывами. Другие говорят, нет, ничего такого не было. Поэтому это слухи. А чтобы слухов не было, значит, необходимо, соответственно, иметь с той и с той стороны отношения. Их пояснение. Вот это, да, мы рассмотрим. Избирком рассматривает жалобы в течение пяти дней и выносит решение. В основном уже пока кандидатам отказывают в удовлетворении. Алина Чертарова, Юрий Шибаганов. Первая. Альтернативная. Субтитры создавал DimaTorzok